Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают к нашей цели вот матушка валентина и батюшка александр просто в шоке они мне пишут они говорят это вид какой-то божье чудо просто мы думали мы за год соберем хотя бы половину чтобы ну сдать деньги на как бы ну чтоб они делать начали а остальное там уж как говорится божьей милостью набрали бы а тут а тут за два дня считайте мы набрали с вами чуть меньше половины в общем короче мы крутые мы молодцы давайте что называется двигаться дальше в этом направлении да здравствуйте всем привет привет санкт-петербург нет я уезжаю вечером что с носом понимаете в чем дело безответная безответная любовь каких-то поклонниц вот да весна все цветет такой нос как у меня размером понимаете он тоже не мог не зацвести очень радуется очень радуется весне очень радуется весне так что вот такие дела нас на съемках жарко солнце где-то видимо грязь попала под гримом знаете как бывает не очень хорошо девчонки там убрали грим положили она немножко воспаляется месси или рала этот рональдо месси 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 да как всегда на высоте да вы питер надолго нет я питер одним днем буквально отсняться и обратно вернуться вот да у меня там все пока 1 по одному вот так что я это одним днем а отснимусь и потом только уже уже в конце мая там наверно появлюсь что интересного такого из этого из добрый вечер минск здрасте здрасте в турцию ну на днях уже прям на днях вот собрали собрали мы 300 ну больше 300 тысяч собрали за два дня больше 300 тысяч там еще же ну как бы подписчики еще матушки тоже собирают вот она что же как бы на месте не стоит вы же видели какой-то человек у нее ж как говорится прости господи шила вот она женщина подвижная очень энергичная так что она тоже прикладывает усилия она тоже как бы старается но мы конечно за два дня просто ну реально половину собрали почти почти половину собрали и это была информация по утру сегодняшнего дня я думаю что к вечеру будет еще больше вот и так далее ну еще еще как бы следующую неделю пускай ну пускай по собирается если соберут нужно они договорились так что если они соберут нужную как бы сумму они мне обязательно они мне обязательно дадут знать и мы тогда сборчик остановим вот пока это летом в спб играйте в театре да мы приедем летом по моему даже будет и зигзаг удачи и и даже по моему наследник будет но только я не это не помню занимаюсь спортом ну как спортом я уже старенький мне уже я уже 6 десяточек менять начал грубо говоря поэтому я занимаюсь не сколько спортом сколько физкультурой периодически фитнесом я уже от занимался спортом вот московский кинофестиваль вы знаете я был один раз на кинофестивале я не скажу что я прям под впечатлением но это не моя история вот я как бы ну смысле был отметился и мне и хватит потому что ну у меня возникли вопросы я не совсем понимаю кто все эти люди которые там ну то есть там актеров там актеров на самом деле очень мало там какие-то люди как бы ну я так понимаю около киношные там критики видимо какие-то там продюсеры там сценаристы там еще кто-то и так далее там актеров то ну грубо говоря там в лучшем случае от всей аудитории это треть поэтому я не совсем как бы понимаю не мой формат там не интересно короче вот не интересно поэтому я не знаю я не слежу честно говоря за московским кинофестивалем он безусловно он безусловно такой знаковый кинофестиваль наверное ну то есть как бы он один там из старейших вообще извините он еще с советских времен собственно говоря вот ну как-то не мое я честно вам скажу я вообще все вот эти вещи но не особо я как бы не люблю я что называется в созвездии там три раза его продюсировал в орле ну как говорится по просьбе старших товарищей поэтому мне вот в целом не знаю не люблю я такие тусовки мне как говорится я снимаюсь и и слава богу мне хорошо вы же видите что я не особо то шастаю по всяким там телешоу ну да надо иногда там под быть там день там в смысле раз-два чисто для канала я объяснял вот ну я только единственное что у малахова люблю оторваться попеть потанцевать интересных людей послушать ну и второй такой у меня собственно говоря там да это приют комедианта люблю тоже там я даже люблю не сколько рассказывать сколько сидеть слушать потому что там когда приходят ну коллеги там такие вещи рассказывают я каждый раз удивляюсь вот людей интересная жизнь а у меня как-то вот съемки 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 и такого прям ничего интересного не происходит обидно с одной стороны ну хотя бы послушать вот хотя бы послушать так что так напомните намного интереснее работа чем администрировать ну да по мне так лучше работать если честно но я себя пытался поставить на место режиссера там еще кого-то продюсера вы знаете я на площадке на них смотрю мне так жалко режиссеров всегда они настолько люди зависимые вообще да я смотрю на этих предпродюсеров тоже не ну дайте тоже не позавидуешь честно говоря потому что ну пригорает со всех сторон и улетает на самом деле у них там по полной программе в этой профессии долго не задерживаются поэтому нет лучше быть актером на площадке и это кайф на самом деле это кайф спасибо за неожиданную встречу хоть за 4000 километров но снова снова рядом да пожалуйста свой мне тут видео присылают присылают мне тут видео тут друзья товарищи вот знакомые присылают видео с этим но метро проспект мира на у раза байрам мусульман же праздник был по моему позавчера если не ошибаюсь кстати с праздничком вот присылают мне значит метро проспект мира забитый просто все экскалаторы двигаются вверх платформы все забиты все экскалаторы забиты ну и какие-то такие знаете так это знаете как это пытаются люди иронизировать типа вот москвичи а я вот так вот смотрю понимаете и задаюсь вопросом но от большого ума вот это вот люди выкладывают это видео с такими комментариями хочется знаете как бы спросить послушайте если бы в москве во всей москве был бы один храм христа спасителя вы представляете чтобы там было на пасху например у людей у людей одна мечеть в москве их так здесь ну по официальным данным 2 миллиона я думаю все три вот у них праздник они идут в мечеть все по этому поводу каждый раз устраивать какой-то писец местного масштаба каждый раз я вот задаюсь вопросом в москве две мечети всего-навсего одна очень маленькая одна соборная которая тоже поверьте мне небольшая красивая но небольшая и вот грубо говоря с трех миллионов человек примерно там тысяч двести пятьдесят может быть 300 пытаются пойти в этот день к мечети и помолиться я думаю если бы в москве было бы был бы один храм христа спасителя не более я не точно цифру не помню но что-то по две тысячи грубо говоря храмов по москве московской области 2000 так вот если бы был один храм христа спасителя я думаю вы с яйцами стояли бы где-нибудь в районе нового арбата туда поближе к баррикадной понимаете и ждали бы когда вам их посвятят так что не надо вот эту вот херь подхватывать нести и так далее и тому подобное да вот надо просто грубо говоря людям дать возможность помолиться пока пока не построили грубо говоря еще где-нибудь мечеть в хорошем месте где где было бы действительно пространство побольше чтобы чтобы мог могли вместить ну там хотя бы там тысячу там может быть там ну и там тысяч там 300 там как как бы да вот разделили бы уже бы меньше было бы вот это к вопросу как бы вот об этом но просто не неприятно на все смотреть когда люди еще начинают там подкалывать вот москвичи это не москвичи это люди которые приезжают к нам работать это что москва так выглядит что все охреневают понимаете что она чистая красивая что она благоустроенная что строится много всего обновляется и так далее это в том числе и благодаря им вот этим вот ребятам которых вы называете москвичи так что вот это вот не надо херней заниматься еще раз говорю не подхватывайте всякий триппер и не несите его дальше что называется тем более там в сеть в в интернет да вот сразу как говорится пресекайте эту всю чушь так что такие дела что еще интересного такого даже не знаю что-то хотел рассказать а по поводу интервью выложил интервью пригожина ну вот и говорю что понимаете прямота примата евгения приму были пригожина она конечно с одной стороны хорошая и нужная во время войны нужно говорить правду понимаете вот нужно говорить правду потому что вот если будем врать если будем пытаться угодить если будем как говорится знаете такие парадные доклады делать то ничем хорошим это не закончится хочу напомнить что перед перед это бегством бегством это было бегство паническое местами бегство сбросанием там техники и всего подобного из-за харьковской области да и плановым спокойным отступлением за занятых рубежей под херсоном вот тоже было вообще все хорошо докладывали что бьем противника наступаем все тип-топе так далее сейчас сейчас примерно то же самое происходит другой вопрос что да сейчас у нас войск раза наверное там в 2 там ну в 3 наверное вряд ли но раз да может быть и в 3 даже раза в 3 больше поэтому будем надеяться что на сакральные грабли мы не наступим вот сакральные грабли русского народа есть такое понятие вот мы не наступим но в целом-целом пригожин как бы обрисовывать ситуацию достаточно жестко да он сгущает возможно краски но дело в том что понимаете пригожин на линии фронта там в грязи в говне бегает рядом со своими пацанами вот а коношенко в коношенко в генеральном штабе находится что называется в чистоте в уюте да там докладывает как говорится ситуацию там это ничего лично против коношенко они не имею вот порядочный хороший как говорится человек с военный но я его уже давно не слушаю если честно ну то есть потому что ну год одно и то же год одно и то же и когда ты понимаешь что это не соответствует действительности ну как то знаете начинаешь экономить время для того чтобы послушать его вот и все кутузов тоже отступал до отступал да многие отступали по моему только суворов не отступал вот хотя нет суворов маневрировал вот так что вот так вот вопрос же не в этом не надо рассказывать как говорится как все заебись на фронте а после этого как говорится бежать и оставить больше ста единиц техники понимаете врагу вот это бегство называется а если мы говорим а кутузов отступал вот а мы говорим сейчас о том что было бегство это было бегство все военные говорят что это было бегство а уже вот под харьковом да это уже было так скажем ну спланированное отступление я ничего не имею против там где есть смысл отступить для того чтобы сохранить жизни бойцов я считаю что это правильно я считаю что это правильно я за то чтобы более объективная информация была собственно говоря даже пускай не для нас мы так как бы ладно наше дело такое нам можно наверно рассказывать вот а чтобы была объективная информация для вышестоящего командования потому что судя потому что попали по выражению лиц людей относящихся к руководству специальной операции было понятно что они не ожидали не ожидали вот и пришлось срочно вызывать суровикина который собственно говоря своим авторитетом и воинским талантом исправлял исправлял ошибки допущенные предыдущим руководством объективненькими надо быть понимаете не надо жопоньку рвать вот мы тут все за россию мы тут все за россию но нужно быть объективненьким чтобы мы понимали грубо говоря что есть что будет чем сердце успокоится с красной горкой да я сегодня ездил с семьей на кладбище к теще вот возложили так сказать ей цветочки вот новое кладбище очень красивая очень грамотная очень все прямо четко как говорится без вот этих вот всех будет там ну однотипные будут все могилки будут все как бы это ну прямо четко знать как как вот ну таком хорошем европейском таком стиле то есть не будет вот этих оградок столиков лавочек вот этих вот посаженных деревьев вот которые растут и потом за собой вытягивают там могилы там кресты а иногда и гробы переворачивают вот все четко красиво освещение водичка прям мне очень нравится очень нравится пока понятно еще ничего не благоустроена при смысле не это но будет прямо красиво я видел проект кладбище я считаю супер потому что есть для сравнения грубо говоря через дорогу кладбище старое там прости меня господи не пойми где кто на ком ограда как ради могилам не перебраться люди люди как козлы перепрыгивают через эти ограды пытаются протиснуться между деревьями вот этими мрак какой-то мрак и ужас конечно старое кладбище ну прям очень старое еще при советском союзе что называется было организовано вот так что вот что за кладбище она вам надо юрий у вас нравится контакт с родителями с братом нет не наладился у меня контакт не с родителями не с братом вот после войны будем думать часто чё как говорится сейчас не до этого у них своя точка зрения у меня своя точка зрения поэтому что называется победит кто-то тогда будем решать вот так что это очень грустно да это очень грустно но это жизнь тут ничего не поделаешь я еще раз говорю я взрослый человек мне 50 лет я отец я состоявшийся человек профессии у меня есть своя точка зрения на происходящее хочу заметить что эту точку зрения я высказывал наверное года с 2004 а с 2014 года я говорил о том что будет война вот никто не хотел слушать вот хихикали что называется говорили что я что я накручиваю вот теперь оно случилось теперь у них возникает вопрос она зашел вот но если у вас отсутствует в башке извилина под названием причинно-следственная связь тогда вам бесполезно что либо объяснять вот у меня свое своя точка зрения я говорю еще раз я ее излагаю крайне давно кратит с 2000 еще с оранжевого пуча вот еще со времен юшинку я уже тогда говорил что будет война вот так что так вот и менять эту точку зрения не собираюсь и мне насрать на то что думают по этому поводу все остальные вот так что вот так вот так что так вот соберем деньги на на песню так пожалуйста ради бога есть есть все данные есть грубо говоря ссылочка можно зайти у меня в ленте и в контакте и в телеграме пожалуйста заходите собственно говоря денежку на песенку переводите яшка говорится чего против что ли я столько да с двумя руками вот у нас грубо говоря идет два сбора на песню и на колокола как говорится казанской иконе казанской божией матери пожалуйста каждый решает для себя по своим возможностям по своим желаниями так далее песня прекрасная вы ее можете послушать у меня в ленте в телеграме вот песня я считаю супер она имеет право на то чтобы быть ее нужно сделать красиво вот чтобы ну 9 мая ну если успеют конечно да потому что ну время деньги это такой как бы фактор очень важный то я считаю что будет очень круто у нее у этой песни есть все шансы для того чтобы стать я считаю хитом хитом вот поэтому да вперед давайте я только это сын пескова молодец правда да там песков молодец послушайте ну нас у аксенова сыну воюет у нас у пескова воевал или еще дальше воюет я не знаю так далее у нас много кто из элиты какой-то такой до детей элиты да понимаете не все убежали вот не все убежали есть те кто воюет есть как бы те кто не афиширует это собственно говоря так что так мнение о чп в белгороде бывает чё ну бывает произошел сброса бомб вот хорошо что никто не пострадал большое счастье что называется вот уж действительно в пасхальную неделю в пасхальную неделю чудо господнее что две по пол тонны бомбы понимаете одна взорвалась там людям машины что называется попортила окна повыбивала никто не погиб в многолюдном городе это чудо понимаете это чудо пасхальной недели нужно господа благодарить нужно разобраться как говорится почему такое произошло почему самолеты с такой с таким оружием летают ну на территории города мне кажется это немножко неправильно ну надо как-то может быть это логистику логистику поменять логистику поменять а так самопроизвольно это было был сброс бывает такое техника еще раз говорю самая даже точная техника иногда ошибается или это был специальный сброс в расчете на то что раскроется оперение этой бомбы она спланирует как говорится куда куда и положено оперение это не раскрылась вот и так далее поэтому что тут скажешь ребятки еще раз говорю что включите включите мозги у нас война идет прямом смысле даже не в переносном она идет у нас практически там с ну там с 14 года идет идет но мы взрослые с вами люди мы же понимаем что на войне бывает всякое гибнут люди раненые да иногда оружие дает какую-то осечку там отказывает и так далее даже самое самое расчудесное оружие самое супер-пупер современное вот поэтому чудесное чудесное стечение обстоятельств что ни один человек не пострадал грубо говоря что никто не погиб вот о чем надо говорить вот о чем надо говорить что еще интересного такого что-то какие-то такие вот были вещи что-то надо старость не радость надо записывать надо записывать куда поддержите она вам надо куда петляю тут короче по москве вот так что такие дела вот тын 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 да слушайте ну наверное да это наверное один может быть из последних может быть еще я приеду из питера если у меня будут там силы и возможности еще эфирчик будут будет вот а потом конечно перерывчик ну в силу просто технических обстоятельств работа как говорится работа прежде всего что тут еще по поводу спутника но есть нет там есть разные мнения понятно что никто не признается знаете как говорится таких случаях надо просто что называется молчать вот кто-то говорит что то был какой-то болит ну типа метеорит упал возможно почему нет вероятность как бы ну смысле падение но то что наши последние там грубо говоря время говорили о том что ну там спутники иван маска что разведку ведут там да и так далее так далее что там беспилотник вот этот у крыма который там керосином обоссали что он упал вот и так далее и тому подобное о том что америка там типа спутник там группировка американских спутников там типа висит над территории россии там и дает и дает развед данные и так далее и так далее И тому подобное Об этом говорили, а потом херак И что-то упало Причем упало так нормально В районе Киевской области Наши намекали на то, что есть Наши намекали на то, что есть Средства борьбы с этими спутниками Что, ну, можем просто их отключать Сводить их с орбиты, что они будут падать Поэтому, был ли это какой-нибудь метеорит Да, был ли это инопланетный корабль Или это все-таки наши взяли, собственно говоря И аккуратно убрали с какой-нибудь там Геостационарной орбиты Убрали спутник какой-нибудь там разведывательный Американцев Американцы не признают, понимаете Не скажут американцу Вы знаете, русские взяли каким-то оружием И наш спутник грохнули Да они, конечно, не признаются Собственно говоря Поэтому они промолчали Наших спросили Наши сказали Ничего не знаем Какой спутник Какое оружие Мы вообще тут не при делах Вот, и так далее Ну, знаете, как говорится Чтобы не нарваться Не нарваться на какие-нибудь еще Дополнительные санкции И так далее Поэтому все сидят Гадают Но Но я-то точно знаю Что это наше Применяли оружие Которое Ну так Это была легкая демонстрация того Что, собственно говоря Может быть То есть Может быть просто Спутникопад Понимаете Вот есть Звездопад А есть Спутникопад Вполне могут Могут Поверьте мне Уж если, как говорится Есть гипероружие Там, да Там Гиперзвуковое Которое там Летит в облаке плазмы Да, там Собственно говоря Вот И маневрирует еще Да То Я думаю Что Есть И Есть вот это Знаете Как это там Помните Рассказывали Там Взбивает спутники На Камчатке Построили Или где-то На Камчатке Да Вот Так что Вот это дело Все Не, ну если Послушайте Ну если Это не наше оружие Ну тогда Следующий вариант У меня Это Инопланетяне Понимаете Инопланетяне И напоследок Ошибок Напоследок Анекдот Короче Украинец Молится Перед иконой Плачет Значит Бьет поклон И говорит Господи Чему ты Чему ты Москалям Дав Чему ты Цаирусни Дав Территорий Газ Нефть Дал им Ученых Дал им Поэтов Артистов Дал им Историю И так далее И так далее Чему ты Чему ты Украине Чему ты Украину Всего этого Лишил Он говорит У вас это Все было Как он Как бы Говорит Как было Когда было Говорит Когда вы Русскими были Тогда у вас Это все было Так что Вот так вот Хороший анекдот На злобу дня Я считаю Я как раз Жил в то время Когда все Это было Вот в смысле Это все было У меня И я горжусь Той страной Той державой Вот Той Украиной У которой Все это было И она принимала В этом Активное Активное участие В создании Всего этого И космических кораблей И литературы И музыки И так далее И тому подобное Вот Когда они были Как они сейчас Там модно говорить Были колонизированы Россией А сейчас они Как говорится Были 30 лет Свободны И что-то Ни хрена Вы понимаете Что-то По нулям Были в колонии Все Собственно говоря Даже два человека Выходцы Собственно говоря Из Украины Были первыми Секретарями ЦК КПСС А 30 лет Свободы И независимости Вторые Грубо говоря Вышли Вышли из Советского Союза Просто вообще Без долгов Без политических проблем И в результате Что-то как-то Пусто-пусто Тут капуста Понимаете Алик-малик Вот он шарик Ха-ха Вот Так что вот так вот Все Ребятки Давайте Я вас обнимаю Ну короче До вторника точно А там посмотрим Если что Выйду в эфир Все Всех обнял Будьте здоровы Пока